К другим темам. Концепция комплексной застройки в Краснодарском крае будет утверждена уже в августе. Об этом было заявлено сегодня на общественном градостроительном совете, который провел глава региона. Веремин Кондратьев проверил, как исполняются решения прошлого заседания, в том числе разработку изменений в правила возведения домов. Губернатор потребовал скорректировать ранее выданные разрешения на строительство, если они не соответствуют принятым нормативам. Подробности у Кирилла Белонога. Такие встречи губернатора с архитекторами и общественниками стали регулярными. На столах планы микрорайонов кто-то даже делает в них последние правки. Последние правки ждут и новые нормативы застройки. Их сейчас разрабатывают для всего края. Строить города по-человечески, то есть для людей, это требование губернатора. По его инициативе был разработан генеральный план Краснодара с перспективой на десятилетия вперед. В нем учтена не только удобная инфраструктура. Есть запрет на создание жилых комплексов, без детских садов, школ и поликлиник. За нарушение правил губернатор требует спрашивать не только застройщиков. Мы закончили проверку 2019-2020 года, проверку материалов, послуженных основанием для выдачи разрешения на строительство. Действительно, было выявлено 105 разрешений на строительство, которые не соответствуют требованиям действующего градостроительного законодательства. Илья Иванович, все, что можно сегодня скорректировать, корректируйте, что необходимо отменять в судебном порядке, либо так, в рамках закона, значит меняйте. Еще раз подчеркиваю, знаете, здесь сказать, что недобросовестные застройщики, ну можно сказать, но недобросовестными их делают чиновники. Чиновники, которые, ну понятно, они идут на поводу у интересов застройщиков. Чиновники помогают им убивать город. Все, теперь, пожалуйста, корректируйте, либо отменяйте. А куда деваться? Ну куда деваться? Ну дальше уродовать город такой застройкой им никто не даст. Благодаря такой корректировке уже исправлены ошибки. Так, в жилом комплексе «Сказка-Град» возобновили возведение школы, а застройщик микрорайона «Дыхание» приобретает дополнительно 5 гектаров земли под соцобъекты. На этих площадках губернатор побывал весной. Такого же подхода требует и от муниципальных властей. И пощады тем, кто выдает такие разрешения, быть не должно. Вам доклад пишут одни, а делишки делают другие. И где-то вас уводят в другое направление. Они вас кидают просто под пояс, который сегодня в любом случае в крае уже набрал обороты. А пояс – это комфортная и качественная застройка и Краснодара, и края. В данном случае Краснодара, краевой столицы. Комфортная и качественная застройка. Я переживаю сегодня за краевую столицу. Переживаю, потому что если, как вы сейчас по высоте, опять-таки, пример. Доложили, что в трех инстанциях бились, а это не вы доложили. Это вам так написали. И вам так доложили. И вас же просто обманули. И это, я считаю, должностное преступление. Жёсткие меры в краевой столице позволили полностью искоренить бездумную точечную застройку. Свечки среди малоэтажных кварталов больше не вырастают. И инфраструктуру не перегружают. В новой концепции прописаны минимальный процент озеленения дворов, необходимые размеры парковок и максимальное количество этажей. Все эти изменения помогут подарить городам Кубани новый облик, который оценят местные жители. У нас единичные есть случаи, только как образец, что в Краснодаре что-то построено хорошее. А в основном это так. Поэтому продолжать то, что есть, но это невозможно. Это неправильно. Поэтому я считаю, что сегодня то, что мы делаем, это попытка максимально сделать Краснодар комфортным. Но ничего не делать, это тоже будет преступление. У нас какой микрорайон, не посмотри, везде плотность кратно нарушена. Надо просто остановить это. Жёстко остановить. Всё, иначе мы никогда ничего уже не сделаем. Единую концепцию комплексной живой застройки в регионе архитекторы разработают до 1 августа. Промедлений здесь быть не должно. Ведь девелоперам нужен понятный алгоритм действий, а людям комфортная жизнь в новых микрорайонах. Кирилл Белонок, Вадим Волков и Антон Березин. Кубань, 24, Краснодар.